Пока это на уровне ощущений, может быть, мечтаний, может быть, желаний, может, самопрогнозирования. Но вот мы когда говорили о Чарльзе Брауне и его вступлении в должность в сентябре, вы сказали, что, может быть, война закончится. Это вы сказали для такого красного словца, или вы тоже разделяете это ощущение, что что-то должно произойти в обозримом будущем? Ну, что-то должно произойти в ближайшие недели, что-то очень важное. Мы же с вами наблюдаем, что творится вообще-то в Мордоре, особенно в его бункере. Феномен Пригожина, вот эта борьба ЧВК Вагнер с генеральным штабом. Почему я говорю, что это что-то должно разрешиться на этой неделе? Ну, Пригожин поставил такие временные даты. Ну, все обсуждают его знаменитый последний манифест, большое интервью там этому Долгову. Мы тоже, наверное, будем об этом говорить. Но кроме всяких политических, эмоциональных оценок, там же он поставил по существу ультиматум Министерства обороны. Я вот выхожу. Я взял Бахмут. Мне необходимо теперь отправиться на отдых, на моим силам, на перегруппировку. Я выхожу. Он обозначил, сначала разные сроки называл. Сначала там 25 мая, потом 1. Потом в последнем он, так сказать, в конце концов признал, что это сложная операция, пересменка. Вот с 1 до 10 июня я ухожу. Министерство обороны должно занять мои позиции. Ну, начнем с того, что довольно странное для военной истории феномен, когда один из командиров одного из военного соединения диктует генеральному штабу, когда он будет. Я вот завтра ухожу. Обычно за это расстреливают в военное время за такие заявления. Я вот завтра ухожу с позиции, а вы извольте, батенька, вот занять их вашими резервами там до 1 июня. Ну, именно так он разговаривает с генеральным штабом. Но более того, он не выражает никакого сомнения, как будет происходить эта пересменка. Он же в своем... Теперь уже перейдем непосредственно к его интервью этому Долгову или Долгову, я не помню. Долгову, Долгову. Долгову, да. Ну, во-первых, он там дает очень длительный список, где Министерство обороны обосралось. Они обосрались под Киевом, под Сумами, под Черниговом, под Харьковом, под Херсоном. И они, конечно, обосрутся и в Бахмуте, он заявляет. Я победил, я захватил Бахмут, теперь я ухожу, пусть Министерство обороны займет позиции. И они обосрутся, он говорит. Ну, и раз они обосрутся, они должны застрелиться. А если они не застрелятся, мы их публично повесим на Красной площади 10 июня 2023 года. Вот это очень серьезная, это очень серьезная заявка. Но он им стрелку назначил, фактически. Он назначил им бандитскую стрелку в Бахмуте. Или вы приходите, и, собственно, если Министерство обороны согласно, вот, как бы, закрывает глаза на такой факт неповиновения военного, как заявление Пригожина о том, что он вставляет... Вообще-то бред какой-то. Он героически взял Бахмут. Для чего? Для того, чтобы... Бахмут что? Он же закрывал дорогу победоносной украинской и российской армии к следующему линию обороны. Там Константиновка, Краматорск, Славянск. Вместо того, чтобы линуться туда, Пригожина заявляет, что он уходит. Если они оспорят этот приказ, значит, они должны прийти и что? И расстрелять там в Бахмуте Пригожина за неповиновение. А если они приходят, значит, что тогда... Вы же представляете, что такое вот эта пересменка для украинской армии, которая на обоих флангов нависла над Бахмутом. Ну, это подготовленная просто крупнейшая, психологически важнейший удар по российской армии. Вот все это должно развернуться в ту или иную сторону, с какой сегодня? В ближайшие 12 дней. Любой исход – это громадный удар по российской армии, по, скажем, таким старым терминам морально-психологическое состояние российских вооруженных сил, российского общества. Тем более, что Пригожин сопровождает это очень энергичной и в убедительной агитации всего. Вот в чем удивительный парадокс вот этой Пригожинской кампании? Это не он лично, конечно, делает. Сейчас к этому мы вернемся, кто за нем стоит. Такую вещь не может один человек делать. Это же как блестяще продумано. По существу, вот тексты Пригожина, 20 раз не повторяется, наиболее концентрировано в последнем интервью. Он, не мы, он подчеркнул, не мы развязали эту безмозглую, педорастическую, братоубийственную войну. Российская армия обосралась там, 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 теперь обосрется и здесь. Мы героически сражались, я взял бахмут, но нож в спину нам вонзили предатели в генеральном штабе, предатели Министерства обороны, и особенно предатели, живущие на Рублевке, олигархи на Рублевке, чьи дети, они купаются в роскоши, в удовольствиях, а ваши дети, ваших детей вам возвращают пеплом в цинковых гробах. Это прекрасная апелляция к народным массам, и прежде всего, к так называемому зепатриотическому сектору. Ну, по моим оценкам, примерно 15% населения, это действительно абсолютно такие ёбнутые зепатриоты, и вот он же апеллирует к ним. И почему? Потому что он представляет достаточно влиятельные силы, которые пришли для себя к непростому решению, как любил говорить Суровики, что война проиграна, и сейчас нужно заняться более важной вещью, как сохранить власть и собственность, и громадную собственность после военной постпутинской России. И вот этот мотив угрозы гражданской войной, он не случайен в риторике. Он очень выигрышный. С одной стороны, он как бы призывает массы к этой войне. Ну, возьмите его обращение к солдатам. Это же большевистская листовка 1916-1917 года. Солдаты вас вогнали в эту безмозглую педорастическую войну. Порвите жопы тем, кто бросил вас в эту трагедию. А где эти жопы? А вот они там на Фрунтской набережной, там еще где-то на Рублевке и так далее. А с другой стороны, он и очень серьезные люди, которые стоят за ним, запугивают ту же российскую верхушку, что или давайте пошло время капитулировать, уйти на границу 2011 года, или мы сделаем это организованно, сохранив власть, или вы представляете, что, если это начнется стихийно, в результате украинского наступления, когда десятки тысяч оставшихся живых, половину мобиков перебьют на десятки тысяч оставшихся живых мобиков с автоматами бросятся в наши города, и что они натворят? Да уже бросаются. Мы же слышали на прошлой неделе, там несколько грузовиков с мобиками бежало из Уганска. С оружием. С оружием брать Ростов, другие еще откуда. То есть все это реальная угроза, реальная угроза. И нашла сгруппа людей. Ну, я уже заинтересовал своими намеками. Значит. Да, да, кто стоит за Пригожием? Да, кто стоит. Вот две идиотских концепции еще. Сейчас масса, масса публикаций по Пригожием. Причем я не хочу называть имена коллег так важные, маститые, там с миллионными аудиториями, на важных телеканалах. Андрей Андреевич, у меня миллион. Ну, я же не про нас с вами. Среди вас, нас, миллионников, вот такие. Вот одни просто яростно называли. Да что вы, это все глупости. Это все Путин ему приказал. Путину нужно держать в узде Шойгу и Герасимова. И он спустил на них Пригон. Но это повторяет то, что мы с вами говорили год назад. Год назад это было так, да. Но какому Путину нужны тезисы о том, что он сам, блядь, кто он? Счастливый дедушка, законченный мудак, который развязал безмозглую педористическую войну и проиграл все сражения. И это нужно Путину? Ну, вы же охренели совершенно. А другая группа кричит, что вот все, Путин полностью обосрался. Вместо него приходит Пригожин вести настоящую войну. Ничем не ограниченную, тотальную войну с Россией. Вот партия войны, недовольная, недовольная слишком мягкостью Путина, она теперь приводит настоящего вождя войны Пригожина. Какую войну? Вся его риторика к том, что война проиграна, и ее нужно прекращать. Еще один очень важный момент. Мало кто обратил на это внимание. Это очень важно. Это указывает на тех людей, которые ему диктуют тексты. Он все время в каждом своем выступлении в очень важное место он деляет резкому обличению ядерного шантажа. Ни в коем случае нельзя заниматься ядерным шантажом. О чем вы думаете? Что вы с ума сошли? Как это можно? Он вообще в этих вопросах ни кера никогда не понимал. Это совершенно не по ему делу. Ядерная стратегия. Это ему написали. Очень разумные люди. Потому что действительно, вот единственная школа... Вот сейчас ясно, что наверху борются две школы. Две сильные, обладающие силовыми ресурсами, властными, финансовыми, информационными. Две группировки. И вот в силу тех обстоятельств, о которых я уже мельком рассказал, эта схватка этих группировок, она должна произойти в самое ближайшее время. С одной стороны, это партия, я бы ее назвал так, партия почетной ничьи. Это то, за что сражается сейчас Путин. Путин, по крайней мере, даже он осознал, что вот та великая мировая война, которую он с Ковальчуками задумал, там, собирайте монатки, убирайтесь вон, взять реванш за поражение Советского Союза в холодной войне, она уже проиграна, и Путин отчаянно сражается с помощью всей кремлевской агентуры на Западе, всех этих Максов, Хвияксов, Папа Римских, Лихуэев и прочих. Перемирие, прекращение огня, вот, остаются эти куски украинской территории, и это продается, как почетная, почетная ничья. И есть партия, которую я бы вот сейчас назвал так, как почетная капитуляция, которая понимает, что эта почетная ничья, как бы она не спасительна была, для Капитуляции невозможно, украинцы на это никогда не пойдут, и Запад на последней большой восьмерке принял их в сторону. Поэтому война, почетная, война, капитуляция, капитуляция неизбежна, но давайте сделаем ее почетной, во-первых, для себя, нам нужно сохранить власть и собственность. Это же очень интересная задача, сложнейшее возникает. Сохранить власть и собственность в России, проигравшей поствоенной, постпутинской России. Что значит, проигравшей по-настоящему, вот, ушедшей на границе 2011 года. Нам нужно сохранить власть и собственность. Как это сделать? Значит, нужно объявить эту капитуляцию почетной, подготовить к ней народ, вот, прежде всего, вот давайте, вот давайте, я сейчас буду рассуждать на их сторону. Вот, посмотрим на народишко. Ну вот, основная-то масса народишко, сколько там в России военнообязанных? 40 миллионов, ну, 30 миллионов. Умирать не хотят. Они станут нашими сторонниками, потому что в первый, в первый свой час новая власть опубликуют декрет номер один отмена указа Путина о мобилизации. И эти 30-40 миллионов немедленно станут ее сторонниками, они прекрасно удержат власть. Но остается проблема, все-таки част населения, ее оценивают примерно в 10-15 процентов, это оболваненные зет-патриоты, которые хотят войны, хотят уничтожения Украины. А чем же насытить вот этих патриотов? А этим патриотам мы объявим, и вот у нас есть Пригожин, что да, мы героически сражались, мы почти победили, вот я Пригожин взял Бахмут, но предатели, предатели в генеральных штабах, предатели на Рублевке, предатели в экономическом блоге, вот расправимся с предателями. Вместо победы другое пирожное предложат этому вместе с этим патриотом, расправа над предателями. Это увлекает, это увлекает, это увлечет их надолго. Вот это замысел этой группы, и Пригожин это генерально подобранный фронтмен. Понимаете, он же, вот это быдло патриотическое, они же воспринимают его как своего, наш, свой, ведь он же этого Путина мудака, который не решился ни на то, ни на сё, ни на сё, он же наш, вот весь наш, родной, они ему верят, и он, только он, понимаете, если бы есть такой комитет, я их очень уважаю, антивоенный комитет России, там замечательные люди, Каспаров, Ходорковский, Невзин, там много, Латынина, все принципиальные противники войны, вот если они будут уговаривать взгляд патриотов, не получится, их просто разорвут в клочья, а вот наш уголовник, до последней клеточки, наш родной, у него получается, у него получается, вот чем гениальность операции, значит, теперь подумаем, кто может за ним стоять, ну, сразу же, это, я же не первый раз эту концепцию выдвигаю, мне обычно возражают, ну что, а кто там в окружении, посмотрите, помните, вот эту сцену Совет Безопасности за несколько дней до начала войны, где Путин привел, они же, у них там на Рыжкина штаны спадали, они все там, что, вот эти ничтожества, да, но там не было ключевых людей в окружении Путина, это братья Ковальчуки, прежде всего Юрий Ковальчук, это интересные очень люди, Юрий Ковальчук, пожалуй, единственный, на которого Путин все эти двадцать сколько лет у власти, да нет, они же вместе в бандитском переборке росли, тридцать лет уже с него, он привык на него немножечко снизу вверх смотреть, и собственно этот Ковальчук, он же основной идиолог этой войны, он придумал вот эту концепцию ядерного шантажа, что вот мы, конечно, слабее их во всем, в экономике, в технологиях, на конвенциональном, но вот ядерным шантажом угрозы ядерной войны мы заставим их скапитулировать и бежать, он был идиолог этой войны, вот, и он, конечно, для заговорщиков, назовем уже их так, он необходим, потому что больше некому спуститься в бункер и сказать, Владимир Владимирович, понимаешь, такая ситуация, очень все плохо складывается, вот, ближайшие, вот, посмотри, подготовленное обращение наше к народу, сначала будет Лебединое озеро, а потом скажут, да, кстати, Шойгу, Герасимов арестованы, они под пытками, об всем соглас, сознались, завтра их повесят на, на, на лобном месте, на Красной площади, и обосравшись полностью, Путин уже, как спасение услышит, значит так, а про тебя мы скажем, что товарищ Путин, к сожалению, вот, под влиянием вот этих негодяев, совершил ряд, допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе, его здоровье резко ухудшилось, вот, Тараси присылал санитарный самолет, он уже отбыл, отбыл, на длительное лечение, вот, для этой цели необходим просто, Ковальчук, ну, и, конечно, конечно, третий участник, я не знаю по имени, это коллективный, это, я его называю Глубинное КГБ, почему Глубинное КГБ, ну, потому что ФСБ, там, это мелкие названия, Глубинное КГБ, это вот люди, вот, этой чекистой структуры, конечно, это не Патрушев, но этот идиот же ни на что не способен, мы же видим, он ходит по всем студиям и рассказывает, как о какой-то радиоактивное облако двигается от Хмельницкого к Варшаве, и самое страшное, он искренне верит в это, он искренне верит в это, а два дня назад он рассказывал, что его разведчики установили, почему американцы напали на Россию, а потому что ее эстонский вулкан, вот-вот, извержение будет, Америка погибнет, и они рассчитали, что единственное место на земном шаре, где можно поселить американских англосаксов, это Сибирь, поэтому нужно разрушить Россию, вот, но какие-то там есть, конечно, глубинные КГБ, кто-то приводил Путина власти в 99-м году, вот, и мне кажется, они уже приступили, то есть операция, это называется, в противовес путинской почетной ничей, они выступают за почетную капитуляцию, почет, который, в общем, официально будет состоять в том, что, а, нам противостояли, там, 60 стран НАТО, вооруженные, но мы же все-таки отстояли свою родчизну, вы видите, ни одного кусочка русской земли по, на границе 91-го года не завоевано врагами, это мы отбили, а второе, вот, предатели, предатели, сейчас мы будем с ними расправляться, и это надолго, то есть, большинство пипла, освобожденные от мобилизации просто с облегчением вздохнет с чувством глубокого удовлетворения, а вот этот наиболее агрессивный пипл, из-за этого патриотического пипла, с восторгом вот ринется в эту, в наказание предателей, а кроме того, кроме наказания предателей, это же и такой громадный черный передел в собственности, очень, все сигналы пригожены, они же очень выверены, он угрожает этим черным переделам собственности, и он угрожает в общем элите, что давайте, либо вот мы с вами все это сделаем в организованных рамках, либо вообще начнется такая дикая пугачевщина, что у нас всех на вилу, он же там прямо угрожает, на вилу поднимут, очень эффективно, продуманная, одна из гениальнейших информационно-пропагандистских специальных операций, руками вот такого человека из народа убедить этот глубинный народ, что он должен капитулировать, но за это ему позволят там разорвать жопы, он говорит, я просто для придачи атмосферы все это разорвать жопы назначенному количеству элиты, вот, кстати, в этом бунте человека из народа против зажравшейся элиты, пригожен, уже чудовищный лицемерий, он сам-то плоть от плоти, не только народа, но это он миллиардер, он миллиардер, причем классический олигарх, в том смысле, что эти миллиарды он заработал не каким-то там творческим или предпринимательским трудом, а будущее, присосавшись к власти, присосавшись к тому же Путину еще в бандитском Петербурге, вот такая, и это позволяет, я это мой очень длинный ответ на ваш вопрос, почему я позволил себе такую фразу, что к сентябрю война-то может быть и кончится, очень даже может быть и кончится. Субтитры подогнал «Симон»